Дом под наркозом. Почему жители Барнаульской многоэтажки против расположения на первом этаже медицинского центра? Ловись рыбка. Когда и почему в крае запретят платную рыбалку? 16 плюс. Чем будут удивлять взрослую аудиторию в кукольном театре? Череда обысков в Барнауле. Сегодня правоохранители провели выемку документов в УАО «Индустриальный». Об этом сообщает полиция БРУ. Предположительно, речь идет о том, что ряд сотрудников комбината могут оказаться причастны к получению взяток при проведении тендеров. И сегодня же в СМИ появилась информация о том, что обыски прошли и в алтайском филиале Россельхозбанка. Как утверждает источник Амителла, один из ведущих специалистов банка задержан за взятку в 200 тысяч рублей сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией краевого управления МВД. Наши новости оформили запрос в управление МВД о развитии событий в следующих выпусках. Жильцы Барнаульской четырехэтажки выступают против соседства с медицинским центром. Жители боятся, что дом, которому почти 60 лет, рухнет из-за перепланировок на первом этаже. Руководство медцентра ссылается на разрешительные документы. В конфликте разбирался Александр Захаров. Вот эта трещина в доме, она увеличивается, цоколь осыпается. Главная претензия жильцов – перепланировка квартир с перевода в нежилое помещение. Они боятся, что из-за этого несущие конструкции ослабнут, и дом рухнет. Люди недовольны, что с ними не посоветовались и выкупили три квартиры на первом этаже. Дом старый, как я уже сказала. И в нем, в капитальных стенах сейчас, делаются дверные проемы. Дом вообще выдержит такую глобальную перестройку. Не взорвется ли газ в очередной раз, когда его самовольно отключат. И в конце концов, увидим ли мы хотя бы копии документов, подтверждающих правомерность действий данного медицинского центра. Также соседей не устраивает парковка, заставленная автомобилями клиентов, и медицинские отходы, которые по их утверждениям сотрудники клиники сбрасывают в общие мусорные баки. Жильцы дома уверяли, что находили в мусорке кровавые шприцы и бинты. Посмотрим, что сейчас там есть. Ничего такого мы не нашли, а директор медцентра говорить на камеру отказалась. Но показать документы согласилась. Это журнал учета медицинских отходов, договор о вывозе мусора, согласование на перевод в нежилое помещение и его переустройство, план парковки. Путин сказал, что на первых этажах жилых домов никаких реконструкций не должно быть. Сейчас вот идет такая деформация стен, и что нас ожидает дальше? Директор не отрицает. Да, сделала несколько дверных проемов в несущей стене, но укрепила их железом. По ее словам, это разрешено законом и дом выдержит. Мы опасаемся, что повторим судьбу дома на Эмиле Алексеевой 33. Либо, не дай бог, при очередном самовольном отключении газа судьбу дома в Магнитогорске. Это действительно будет страшно. Уважаемые власти, мы очень сильно вас просим, услышьте нас, пожалуйста, и примите какие-то меры. Жители дома обратились в прокуратуру и жилищную инспекцию. А в случае отсутствия помощи намерены идти дальше, вплоть до президента. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости. Минздрав взял на особый контроль проблемы первичной медицинской помощи в Алтайском крае. Об этом сегодня заявил депутат Госдумы Николай Герасименко. По его словам, в этом году увеличится финансирование сельских больниц. Медучреждения смогут закупить новое оборудование за счет краевого и федерального бюджетов. Герасименко отметил, что в сельских больницах по-прежнему остра проблема нехватки кадров. Одной только программой «Земский доктор» невозможно удержать молодых врачей в деревне. В бюджете региона на 2019 год заложены средства на повышение зарплаты и предоставление льгот на коммунальные услуги алтайским врачам. Также Герасименко подчеркнул, что в этом году упор будет сделан на профилактику заболеваний. Он напомнил, что Алтайский край опережает регионы Сибири по количеству больных онкологий. Ранние осмотры и диспансеризация позволят предотвратить развитие болезни. Напомним, что с 1 января работник может взять оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. В администрации Барнаула не согласны с требованием пассажироперевозчика Агастранс вернуть себе право на три маршрута. Спор начался после проигрыша компании в городском конкурсе. В мэрии настаивают, что процедура была соблюдена правильно. А новичок рынка, который будет перевозить пассажиров с марта, честно одержал победу. Напомним, накануне мы рассказали историю Агастранса пассажироперевозчика со стажем в 10 лет. Все это время компания обслуживала маршруты 33, 77 и 121. Как поясняют в мэрии, в августе прошлого года у фирмы закончился договор. Претендентов на участие было два. Сам Агас и новичок Транслайн. Тогда обеим компаниям отказали. В частности, у Агастранса нашли нарушение, неоплаченную пеню в 26 копеек. По словам представителей Дорожного комитета администрации, судебная практика такова, что этот вид долга учитывают как обязательный. Перевозчик же утверждает, что обязательным платежом пеня за уплату медстрахования быть не может по налоговому кодексу. В повторном конкурсе в ноябре комиссия зачла победу Транслайн, в штате которого числилось всего 4 сотрудника. Выявлено, что у Агастранса баллов по дополнительному оборудованию меньше, чем у Транслайна. Это выявлено в ходе визуального осмотра. Это бегущие строки, это автоинформаторы, это видеофиксация дорожной ситуации, ситуации в салоне. Это безналичная оплата проезда. А вот есть ли у нового перевозчика штат механиков, медиков и других специалистов до сих пор не ясно. В Дорожном комитете подчеркнули, что при проведении конкурса этот аспект не учитывали, сославшись на Южно-Сибирское межрегиональное управление автодорожного надзора, которое выдает лицензии. Не сыграло роли и то, что Агастранс закупил и хотел установить дополнительное оборудование на 50 имеющихся в Барнауле машин. В мэрии отметили, сейчас автобусы нового перевозчика ездят в Бийске и Поспельхе. И в марте 49 машин планируют перевезти в Барнаул. На чем будут ездить пассажиры Наукограда и райцентр, в таком случае пока непонятно. Добавим, что антимонопольная комиссия сегодня вынесла решение в связи с обращением представителей Агастранса к администрации Барнаула. О нем мы расскажем завтра. К другим темам. 12 минут о Шукшине. Именно Василий Макарычу посвятит выпуск своей программы «12» писатель и журналист Сергей Шаргунов. Передача выйдет на одном из федеральных каналов уже на этой неделе. Ну а сегодня съемочная группа работала в Барнауле. О планах известного писателя на Алтай расскажет Андрей Дреер. Сергей Шаргунов – журналист, русский писатель, общественный деятель. Каждую неделю в своей программе «12» он рассказывает о том, что волнует. В этот раз большая тема – шукшин. Шаргунов уверен, что читать его полезно всем. Не понимая Шукшина, невозможно понять Алтай, невозможно понять Сибирь, невозможно понять русского человека. Шукшин – это своего рода ключ к тайне нашей страны и к нашему человеку. Ключи помогали подобрать алтайские деятели культуры. Сегодня Сергей Шаргунов пообщался с директором Краевого театра драмы, который носит имя Шукшина Любовью Березиной и министром культуры края Еленой Безруковой. Интересовала все – постановки, судьба, прочтение произведений Василия Макаровича на сцене. Уже завтра Шаргунов едет в сростки. Поскольку задача у Сергея Александровича все-таки прикоснуться к какому-то такому очень достоверному и естественному материалу, связанному с Шукшиным, то ничего лучше, чем общение с людьми, которые знали его, которые, может быть, работали в его фильмах, которые общались с ним, не придумаешь. Сергей планирует не только снять программу о Шукшине, но и принять участие в приуроченных к юбилею шукшинских днях на Алтае. Но не остановившись на этом, писатель признался, что ему не безинтересна и современная алтайская литература, так что он даже согласился принять участие в ее жизни. Хочу сказать, что буду принимать участие в том конкурсе, который объявлен для писателей, и отбирать лучшие произведения. Я надеюсь, ближе познакомиться именно с талантливыми авторами, которые здесь живут. В эти минуты Сергей Шаргунов проводит встречу с читателями в классическом университете на Димитро-87, а завтра встречи в сростках и в Бийске. Передача «12» Василия Макаровича выйдет в эфир уже в эту пятницу. Андрей Дреер, Николай Шилко. Наши новости. Массовых сокращений работников лесной отрасли края из-за ограничений по вырубке леса не будет, так утверждает министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Попридухин. Напомним, в конце прошлого года в лесной отрасли разгорелся скандал. На фоне разоблачения СМИ о незаконных рубках, в том числе в алтайских ленточных барах, министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин решил повысить возраст рубок. Против этого выступили работники лесной отрасли, заявив, что это сократит объемы заготовок и лишит работы сотни жителей края. Сегодня в лесных хозяйствах и на обработке трудится около 8 тысяч человек. Министр экологии края Владимир Попридухин заверил, что власть сделает все для того, чтобы падение объемов заготавливаемого леса не привело к сокращению рабочих мест. Ситуация отслеживается нам абсолютно небезразлично. Тем более, я сказал, что наша задача сегодня смотреть и за индексом производства, поскольку это один из основных направлений наполнения сегодня и нашего регионального бюджета, как такового, благополучия тех семей, члены которых работают сегодня на наших подразделениях, в предприятиях лесной отрасли. Министр отметил, что в ситуацию может спасти внедрение технологий глубокой переработки древесины, когда в дело идет все до последней ветки. Образцом такого производства должен стать комбинат, который скоро откроется в Павловске. По словам Владимира Попридухина, ситуацию с рубками в крае нельзя назвать катастрофической. Алтай лес уже приостановил рубку леса на нескольких участках. В прошлом году, добавим, нелегальные заготовки в крае составили 3,5 тысячи кубометров, тогда как в целом по России их больше 2 миллионов кубометров. В течение ближайших двух лет на Алтае исчезнет платная рыбалка. В то же время браконьеры станут больше платить за незаконный улов. Сегодня в Краевом Министерстве природных ресурсов журналистам рассказали о поправках в федеральном законодательстве, которые касаются любительской рыбалки. Все три санкционированных платных водоема, расположенных в Алтайском крае, а это сорочий лог, чесноковская и бешенская, скоро будут упразднены. Рыбачить на них можно будет бесплатно, однако, признают чиновники, новая мера повлечет за собой ряд проблем. Ну, например, за озерами некому будет ухаживать, а популяции рыб, порой ценных, скорее всего исчезнут. С какой целью на федеральном уровне введена эта норма, чиновники, увы, пояснить не смогли. Но заверили, что уже ищут пути, как минимизировать ущерб вместе с владельцами водоемов. Чиновники отметили, что остальные водоемы, которые берут деньги за рыбалку, являются, по сути, незаконными, за исключением рыбных ферм, которые останутся, но на других условиях аренды. Следующее новшество должно еще более усложнить жизнь браконьерам. С ноября прошлого года значительно выросли таксы на незаконно выловленную рыбу. Если нарушителя поймали с сетями или электроудочкой, ему грозит штраф плюс оплата за незаконный улов, которая выросла в разы. Карась был 20 рублей за голову, сейчас 250 рублей. Судак 3000 рублей за голову. Щука, сазан, такие вот наиболее популярные виды для рыбаков-любителей, ну, там 900, ну, почти 1000 рублей. Но есть и хорошие новости. В Минприроды заверили, любительская рыбалка останется свободной. Никаких именных билетов или лицензий на рыбную ловлю не потребуется. Но за сутки можно добывать не больше 10 килограммов рыбы. В репертуаре Краевого театра «Кукол-сказка» появится спектакль для взрослых. Правда, это станет возможным только после того, как коллектив переедет в новое здание на Пушкино. По планам это должно случиться в 2020 году. Ну, а вот эскизы будущего спектакля будут готовы уже в эту субботу. «Чеховская чайка» или «Дети Ноя» на этой неделе в театре проходит творческая лаборатория. Взрослая драматургия в театре «Кукол». Елена Кузовкина продолжит. Вы готовы, да? Да. Дмитрий Шишанов – студент Белорусской академии искусств. Параллельно с учебой успевает работать актером в театре и делать постановки. Его режиссерский дебют состоялся в прошлом году. Спектакль «Ангелочек» номинирован на премию «Золотая маска». Сейчас он с успехом идет на сцене Мурманского театра «Кукол». Будет ли столь же успешным «Вишневый сон» по пьесе современного драматурга Вадима Ливанова, постановщик еще не знает. Важен момент, что конкретно берет режиссер, что конкретно его волнует. Потому что в нашей стране так или иначе репертуары театра заполнены. Даже если есть взрослые постановки, это вот какие-то такие классические названия. А хочется поработать вот с молодой драматургией, хочется поработать, посочинять. Взрослая драматургия в театре «Кукол». В творческой лаборатории участвуют четыре молодых режиссера, двое из них из Питера. На разработку эскизов спектаклей всего пять дней. Никто из постановщиков до сегодняшнего дня не был знаком с актерами. Работают здесь и сейчас. Лаборатория – это как раз тот формат, когда все шумит, когда все играет, когда все бурлит. Поэтому мы ставили одну из целей при проведении лаборатории, чтобы весь театр, он как-то встряхнулся и переключился на другой формат работы. Без пошлости, откровенных сцен и ненормативной лексики спектакли для взрослых должны быть глубокими и философскими, уверены участники лаборатории, ведь в погоне за зрителем и прибылью можно потерять настоящее искусство. Мы с публикой можем делать все, что угодно. Мы можем ее опустить до таксиста, да еще таксиста ничего. Там есть и похлеющий хуторок вечерок. А мы можем ее поднять, как Белинский писал, та же самая публика. Как она способна переживать. Какому эскизу спектакля суждено быть постановкой, определят эксперты в ближайшую субботу. Премьера одного из названий, вероятнее всего, состоится, но только в 2020 году, когда Театр Кукол переедет в новое здание. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, в некоторых районах возможен снег и заметно потеплеет. В Змейногорске и Белокурике всего минус 11 градусов, 14 морозов в Славгороде, Бийске и Заринске. В Барнауле днем возможен снег, температура ночью до минус 17, в дневное время не холоднее 13 градусов. А я напомню, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.